здравствуйте друзья сегодня я расскажу о том как выбрать чистовую электрику то есть розетки и выключатели расскажу о самых грубых ошибках которые все совершают и которые приводят к самым дорогим перейдем ком а также отвечу на самый главный вопрос сколько стоит хорошая электрика и на чем можно сэкономить без потери качества и начнем с того что существует всего лишь один способ правильно выбрать электрику это двигаться от большого к малому потому что когда вы придете в хороший магазин вы увидите там несколько тысяч вариантов а вам то нужен всего лишь один и даже если вы будете в этот магазин целую неделю ходить как на работу вы не сможете сделать правильный выбор потому что вам просто не хватит времени единственный способ выбрать электрику это постепенно сокращать выбор и отсекать варианты которые вам не подходят и для этого первым делом нужно составить список функций которые должна выполнять электрика также составить список модулей которые эти функции выполняют например если вы хотите просто выключать свет то вам нужен обычный выключатель а если вы хотите его плавно регулировать то вам нужен диммер если вы хотите управлять светом с пяти разных точек то вам нужны два проходных и 3 перекрестных выключателя если вам нужно чтобы теплой пол включался или выключался в определенное время то вам потребуется программируемый терморегулятор и все эти элементы есть далеко не в каждой коллекции поэтому после этого этапа у вас должно остаться примерно 20 коллекций если осталось меньше то нужно пересмотреть требования отказаться от какой-то избыточной функциональности или избыточной комплектации поверьте это гораздо лучше чем выбирать из двух трех вариантов потому что в этом случае вы будете очень сильно ограничены по дизайну а вот следующий этап отсела как раз по дизайну и сразу же запомните практически любая электрика на стенде будет смотреться красиво и эффектно но при этом может очень глупо выглядеть в вашем интерьере потому что не будет совпадать либо по стилю либо по цвету и поэтому чтобы правильно выбрать ее внешний вид вам нужно взять с собой в магазин две вещи во-первых фотографии или рендеры общего стиля вашего ремонта а во-вторых образцы основных поверхностей в качестве образца подойдет даже небольшой участок обоев или кусок гипсокартона покрашенный в цвет стен это очень сильно поможет потому что в магазине вам будет нравиться практически все и выбрать что-то одно будет практически невозможно а вот когда вы будете подносить образцы конкретной электрики или сравнивать ее стиль с вашими фотографиями сделать это будет значительно легче и как правило после этого этапа у вас останется буквально три четыре варианта из которых нужно будет выбрать один самый лучший вот именно на этом этапе абсолютно все совершают самую основную ошибку они стараются выбрать какой-то конкретный бренд про который слышали или читали но делать так ни в коем случае нельзя потому что в любом бренде есть и удачной и неудачной коллекции и никогда нельзя сказать что электрика вот этой марки хорошие а вот этой хреновая и вот если продавец настойчиво предлагает вам какой-то конкретный бренд и говорит что вот именно он самый лучший сразу узнайте это обман при финальном отселе нужно смотреть только на страну производитель и тип подключения и начнем со страны производитель сейчас электрика производится практически в любой стране но есть только пять стран которые имеют складские запасы в россии и выбирать можно только из них к этим странам относятся германия испания франция россия и китай теперь переходим к типу подключения то есть к тому каким способом токоведущие жилы крепится к внутреннему механизму розетки или выключатели этих типов всего лишь два винтовой и самозажимной винтовой тип крепления требует очень точного момента затяга и даже опытный мастер может их не дотянуть а самое худшее он может их просто перетянуть и тупо сорвать винт а вот в самозажимных контактах человеческий фактор исключен полностью и поэтому такую электрику можно качественно смонтировать даже своими руками все что вам нужно это просто зачистить только ведущую жилу с небольшим усилием ставить ее в механизм после этого специальные лепестки сами зажмут провод и с правильным усилием и с правильной площадью контакта и что касается винтовых соединений самое главное в том что даже если мастер хорошо затянет контакты эти винтовые крепления со временем ослабнут это происходит потому что на контактной группы постоянно происходит нагрев и остывание они передаются винтовому соединению и от этого она неизбежно будет ослабевать если вы не хотите с этим заморачиваться самое главное если вы делаете электрику своими руками выбирайте только механизмы самозажимными соединениями и точно не ошибетесь также если вы делаете электрику своими руками особое внимание обратите на разметку который находится сзади розеток и выключателей как правило у всех хороших производителей там изображена схема подключения а также дана информация о том на какую длину нужно снять изоляцию жил чтобы корректно подключить данный модуль и также есть еще один признак хорошие электрики это интернет-розетки которые монтируются без специального инструмента для зачистки проводов внутри такой розетки установлены автоматические ножи которые сами зачищают каждую жилу а на самых лучших моделях есть еще и схема подключения с маркировкой по цветам теперь дам сразу три ключевых совета которые при выборе чистовой электрики должен узнать абсолютно каждый во-первых запомните электрика в разных помещениях с разным дизайном тоже может быть разной очень часто продавцы в магазинах не хотят заморачиваться с подбором и поэтому просто навязывают вам одну и ту же серию на всю квартиру причем это позиционируется как какое-то правило что вся электрика во всей квартире должна быть из одной серии но такого правила не существует у электрики в каждом помещении вполне может быть и своя цветовая гамма и своя форма и даже своя отдельная серия во вторых если у вас на стенах находится декоративная штукатурка или очень рельефные обои то ни в коем случае нельзя выбирать прямые классические рамки потому что их примыкание к этому рельефу будет выглядеть очень некрасиво чтобы этого избежать используйте электрику с парящими рамками которые за счет специальной вставки немного дистанционируются от стены такая электрика будет красиво лежать даже на самой рельефной поверхности ну и в третьих берите для кухни розетки с крышками потому что они гораздо удобнее в уборке и я не спорю что эти крышки бесят и что их постоянно нужно открывать чтобы ставить вилку но это гораздо удобнее чем лазить зубной щеткой внутри розетки чтобы вычистить грязь пыль жир которые на кухне будут скапливаться в них постоянно вместо этого вы просто возьмете влажную тряпку и просто протрете крышку а теперь переходим к самому главному сейчас я расскажу об ошибках которые абсолютно все допускают при выборе чистовой электрики самая первая ошибка это покупать чистовую электрику слишком рано запомните хорошие механизмы нельзя устанавливать на черновых этапах ремонта потому что концу ремонт они будут полностью уничтожены что касается рамочек то за несколько месяцев ремонта их либо потеряют либо украдут либо просто выбросит в мусорный контейнер хорошую чистовую электрику нужно покупать и привозить на объект только на этапе поклейки обоев а для того чтобы пользоваться электричеством в течение всего ремонта нужно просто купить самые дешевые времянки и вставить их в эти подрозетники без декоративных рамок дальше следующая ошибка это покупать выключатели с подсветкой абсолютно во все помещения во первых эта подсветка очень мешает спать это яркая точка который постоянно светит в глаза и как показала практика она нервирует абсолютное большинство людей и поэтому ее постоянно просят убрать а во вторых сейчас практически все приборы светодиодные потому что они долговечны потребляют мало энергии хорошо светят и не тускнеют со временем но если использовать выключатель с подсветкой для светодиодной лампы она постоянно будет вспыхивать через небольшие промежутки времени потому что в конденсаторе выключателя будет накапливаться ток и время от времени этот конденсатор будет разряжаться а если поставить такой выключатель на светодиодную ленту она вообще никогда не будет выключаться и все время будет гореть в пол накала дальше следующая ошибка это переплачивать за плага защищенные розетки очень часто заказчики не понимают для чего такие розетки нужны просто покупают их в любое влажное помещение а продавцы с удовольствием этим пользуются потому что такие розетки гораздо дороже обычных запомните влагозащищенные розетки нужны для ситуации когда вода постоянно будет затекать внутрь подрозетник ну например если вы хотите поставить розетку прямо внутри душевой кабины и включать туда фен сразу после того как вы приняли душ внутри такой розетки установлен специальные резиновые кожу который полностью защищает контакты от воды даже если литию из ведра а вот если вы не планируете заливать розетки водой ставить дорогие влагозащищенные механизмы нет никакого смысла даже обычные розетки очень хорошо защищены причем не только от брызг но и даже от кратковременного залив у меня есть видео где я брал обычную розетку под напряжением и буквально заливал ее водой и как видите я до сих пор жив и здоров следующая ошибка это покупать электрику на строительных рынках и очень многие до сих пор покупают ее именно там потому что хотят сэкономить потому что привыкли там покупать а также потому что тупо не понимают последствий запомните электрику нельзя покупать на строительных рынках потому что на любую хорошую коллекцию существует очень много подделок и при этом на вид они абсолютно идентичны и узнать о том что вы купили подделку можно только через полгода когда из строя выйдет больше половины электроточек эта проблема настолько серьезно что у некоторых производителей на их официальных сайтах есть об этом не просто заметка целые отдельные страницы где подробно расписано что подделки никак не отличишь и единственный выход это покупать в авторизованных магазинах а еще лучше покупать в авторизованных магазинах которые проверены годами практики у меня есть такой магазин именно здесь я закупаюсь для своих объектов именно здесь я закупал электрику на свою стоматологическую клинику типа мы там выкроем 2000 я чувствую не 2000 хорошо пусть давайте их сравним оторвем исходно города и сравним можем кнопку оторвать виталий сейчас секунду до мы делаем это каждый день постоянно руководитель этого магазина демченко виталий это наш сегодняшний эксперт что требуется найти надежный механизм найти хорошего производителя найти лаконичные формы которые не будут выбиваться и найти цвет и фактуру которая будет абсолютно соответствовать окружению этот магазин работает по всей россии является официальным партнером моего сайта зем скидки руа это значит что любой из вас в любом городе может купить действительно настоящую электрику да еще и с моей скидкой то есть по оптовым ценам по которым я ее закупаю на все свои объекты следующая ошибка это ставить обычную розетку в то место где постоянно будет заряжаться мобильный телефон потому что в розетке постоянно будет торчать зарядное устройство которое во первых стоит достаточно дорого а во вторых портит внешний вид помещения гораздо правильнее купить для этих целей розетку с юсб разъемом причем в такую розетку вы можете включить сразу две зарядки заряжать сразу два гаджета теперь рассказываю про самую эпичную ошибку она состоит в том что люди покупают сенсорные выключатели не понимая как они себя ведут во время реальной эксплуатации а пользоваться ими после обычных выключателей будет абсолютно невозможно вы не сможете зайти в помещение хлопнуть на ходу по клавиши и пойти дальше как вы привыкли это делать обычно вам нужно будет остановиться точно попасть пальцем в определенное место и задержать его на достаточно долгое время а иногда они еще и не срабатывают поэтому вам нужно будет особым образом надавить у сенсорной электрики самый большой процент возврата потому что большинство людей просто не может ей пользоваться по их словам все происходит очень медленно очень непривычно и очень неудобно возьмите сенсорную микроволновку и понажимайте на кнопки а затем попробуйте это сделать на ходу потому что выключателями люди обычно пользуются в движении и только если у вас абсолютно все устраивает можете брать себе сенсорный выключатель а если хоть что-то не устраивает лучше не берите следующая ошибка это покупать деревянные рамки во влажное помещение никогда не делайте этого даже если продавец мамой клянется что это дерево со специальной пропиткой ему ничего не будет как ни крути дерево это все-таки натуральные материалы как бы его не пропитывали от влажности от высокой температуры его гарантированно поведет следующая ошибка это покупать диммеры до того как вы купили источники освещения и определились со всеми люстрами и светильниками потому что во dulu далеко не回 каждый источник освещения умеет плавно регулировать световой потом а во вторых есть два типа диммирования по переднему фронту и по заднему если тип диммирования на лампе не совпадает с типом самого диммер а они гарантированно не будут работать в паре поэтому покупать диммеры можно только после того как вы окончательно выбрали источники освещения следующая ошибка это установка терморегулятор для теплых полов в одну рамку с розетками и выключатель я не спорю это выглядит очень красиво и очень аккуратно но для этого вам придется покупать терморегулятор той же марки которые относятся эти розетки и выключатель а иначе они просто не влезут в эти рамки но терморегулятора производители чистовой электрики всегда очень дорогие и при этом всегда обладают очень малым функционалом но самое главное в том что для производителя теплых полов такие регуляторы являются сторонними а при использовании сторонних регуляторов вы автоматически лишаетесь гарантии на теплый пол поэтому лучше всегда брать родные терморегулятор которые идут вместе с теплыми полами ставить их отдельно от розеток и выключателей в свои собственные рамки теперь переходим к такому параметру как долговечность электрики и сразу же скажу что она измеряется не в годах а в количестве действий которые можно совершить с механизмом розетки или выключателя долговечность задается определенными стандартами в которых прописано что выключатель должен выдерживать две тысячи смены положения клавиши а розетки должны выдерживать две тысячи включения или выключения вилки и такое количество включений примерно равно 10 годам эксплуатации и на данный момент практически любая электрика спокойно выдерживает тот 2 аж до 10 тысяч включений это значит что практически любой электрики кроме самой дешевой китайской вам гарантированно хватит до следующего ремонта если продавец очень настойчиво вам предлагает какую-то электрику говоря что она самая надежная скорее всего это будет электрика с избыточной надежностью и поэтому не нужно за нее переплачивать теперь расскажу про самый большой развод которым пользуются абсолютно все продавцы когда им нужно что-то впарить они горят берите вот эту электрику она самая безопасная и это магически действует на любого покупателя потому что абсолютно все знают что электрический ток это опасно но запомните за безопасность электрики отвечают специальные устройства которые устанавливаются внутри электрического щита и они автоматически отключаются когда вы касаетесь оголенного контакта а вот розетки и выключатели никак на это не влияют потому что у них внутри нет никаких защитных устройств если продавец говорит вам про самую безопасную электрику в мире то скорее всего он вас обманывает говорить о безопасности розеток можно только в контексте защиты от маленьких детей и эта безопасность задается наличием шторок а вот для взрослых понятия безопасности розеток не существует потому что они все соответствуют государственным стандартам и поэтому одинаково безопасно а иначе их просто нельзя было бы продавать внутри страны и поэтому я еще раз повторюсь если у вас в щите установлены нормальный автомат даже маленький ребенок который сунул в розетку спицу никогда не получит поражение электрическим током даже если розетки будут без штор именно поэтому кстати на моих объектах и устанавливаются такие вот электрощиты которые многие считают избыточными именно потому что они безопасны теперь расскажу о долговечности внешних деталей электрики как правило они изготавливаются из пластика который покрашен либо по поверхности либо в массе то есть в первом случае прокрашивается только поверхность пластика а во втором вся его масса на всю глубину если вы поцарапаете пластик который прокрашен в массе царапины практически не будет видно потому что внутри находится пластик того же цвета а вот если пластик покрашен по поверхности то под своем краске вы увидите основу которые как правило светлого цвета и поэтому если вам нужна неубиваемая электрика для какого-нибудь в офис или торгового центра выбирать можно только электрику белого цвета слоновую кость или бежевую потому что это практически всегда будет пластик прокрашенный в массе при этом если вы берете электрику для дома они для торгового центра можете не переживать и качество покраски и толщина слоя у современной электрики достаточно для того чтобы в квартире где живет 3-4 человека они никогда не протерлись даже при интенсивном использовании теперь переходим к самому интересному сколько стоит хорошая электрика и на чем можно сэкономить без потери качества и начнем с того что большая часть стоимости брендовой хорошей электрики складывается не стоимости механизм она складывается из стоимости декоративных элементов то есть панели накладок и рамочек хорошие качественные механизмы стоят примерно 4 5 евро это оптимальное соотношение цены и качества базовые рамочки которые являются стандартами стоят чуть меньше механизмов или примерно столько же а вот дизайнерские рамочки эксклюзивные которые хорошо выглядят вполне могут стоить и 50 и 100 евро за штуку это абсолютно нормально и вот когда вы приходите в магазин вы обычно выбираете электрику по внешнему виду потому что выключатели и даже несколько розеток постоянно будут у вас на виду и вот если вы выбрали красивую и дорогую рамку продавцы автоматически вам посчитают такие же рамки для все остальные электрики в этой комнате и делают они это обычно так как будто это само собой разумеется никак по-другому просто быть не может но делать так ни в коем случае нельзя вся чистовая электрика должна делиться на видимую и невидимую невидимой считается та которая находится за телевизором внутри шкаф за тумбой или под рабочим столом и даже электрика на откосах условно считается невидимой потому что она постоянно скрыта за шторами и абсолютно не нужно покупать дизайнерские рамки на эти невидимые точки потому что переплата будет просто огромный сразу скажу конкретные цифры если все рамки будут базовые то хорошая электрика на 100 метровую квартиру обойдется вам примерно 800 евро если некоторые рамки будут дизайнерским то стоимость будет около 1000 евро это абсолютно нормально а вот если дизайнерскими будут все рамки то стоимость электрики составит минимум 2000 евро то есть будет в два раза больше продажа рамок это самый выгодный бизнес для магазина них самая большая наценка из них самая большая прибыль и поэтому продавцы всегда будут стараться продать вам самые дорогие рамки и поэтому всегда делите электрику на видимую и невидимую и покупайте дизайнерские рамки только для видимых точек и на этом у меня на сегодня все правильно выбирайте электрику и никогда не переплачивать и да пребудет с вами правильно выбранная электрика и без всяких переплат а с вами как всегда был алексей земсков до новых встреч до свидания